Как выполняются задачи, ставятся цели и достигаются результаты. В рамках рабочей поездки секретарь московского областного отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова встретилась с партийным активом Щелковского района. В зале районного культурного комплекса звучат отчеты и доклады. Время строго регламентировано. О проделанной работе отделений близлежащих городов и муниципалитетов рассказывают ответственные секретари, люди, по сути, отвечающие за развитие и работу «Единой России» на местных уровнях. Показатели мониторинга у нас есть. Мы просили вас подготовить информационный материал в соответствии с предложениями с планетами комитета. Поэтому надо сказать о том, как выполняются показатели. Если не выполняются, то как вы собираетесь выполнить до конца года. Если появились новые муниципальные проекты, которых не было раньше, которые нам интересны, то, пожалуйста, будьте благодарны за эту информацию. На сцену для доклада поднимались партийцы из Ногинска, Сергиева Посада, Черноголовки, Звездного городка, Ивантиевки, Королева, Фрязина, Лосина-Петровского и Красноармейска. Секретари местных отделений и руководители исполкомов партии не только отчитывались о работе своих отделений, но и озвучивали основные трудности, связанные с работой на местах, а также делились планами работы на будущее. Так, глава Щелковского района, секретарь Щелковского отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева в своей речи отметила, что прошедший период стал для партии насыщенным событиями и переменами. Она подчеркнула, действия были направлены на активизацию работы наших первичных отделений, проведение мероприятий с участием депутатского корпуса. Велись мониторинги реализации партийных проектов и губернаторских программ, разбор проблемных вопросов на местах, общение с местными жителями. По словам Надежды Суровцевой, такой политики местное отделение планирует придерживаться и в дальнейшем, ведь она дает видимые результаты. Я хочу сказать, что именно в системности этой работы, чтобы система была работой, мы сейчас с депутатами всех советов депутатов поселения и района раз, два раза в месяц, получается, через пятницу проводим совместные такие оперативки, на которых регулируем работу по всем направлениям, которые я сейчас перечисляю. Итоги в завершении встречи подвела сама Лидия Антонова. Она поделилась собственным мнением о работе местных отделений, по достоинству была оценена работа каждого муниципалитета. Тем не менее, радуясь успехам, Лидия Николаевна просила не забывать и о проблемных моментах. По ее словам, пробелы в работе отделений необходимо ликвидировать, но и несомненно, активная, плодотворная работа отделений партии – залог ее успешного развития, а также развития всей области и России. Мы не в том, что показатели, хотя это важно, что показатели все зеленые, у нас в общем весна должна наступить показателям, а очень важно – это самочувствие людей и облик нашей партии. Облик партии – мы с вами. Если мы как люди интересны, если мы как люди сами самодисциплинированы, верим в то, что мы говорим и делаем, то, безусловно, это будет передаваться другим людям.